Для начала подготовим все продукты для запеканки. Нарезаем баклажан тонкими кружочками, где-то по полсантиметра. Посыпем немножко солью и оставим в сторонку, для того, чтобы у ушла горечь. Дальше нарезаем картофель, тоже тонкими кружочками. Берем среднюю луковицу и чем меньше кусочки будут, тем лучше. Дальше подготавливаем фарш. У меня свина говяжий, можно взять говяжий фарш. Добавляем в фарш лук, соль, перец и любую приправу по вкусу. У меня прованские травы. Тщательно вымешиваем и отставляем в сторонку. Дальше промываем баклажаны и обжариваем, слегка подрумяниваем на подсолнечном масле. Смазываем формочку подсолнечным маслом и выкладываем все ингредиенты слоями. Для начала берем картофель, часть картофеля. Сверху посыпаем солью, перцем. Выкладываем часть баклажан. Можно посыпать тертым сыром, но удобнее ломтиками. Следующий слой снова картофель. Соль, перец. И выкладываем фарш. Немножко прижимайте его. Выкладываем оставшиеся баклажаны. Помидор. Помидоры можно маленькими ломтиками, либо кружочками, как вам удобнее. Выкладываем снова сыр. И выкладываем картошку. Сверху соль, перец. Укутываем форму фольгой и ставим в духовку на 50 минут, на час, на 220 градусов. 50 минут выпекала я картошечку. Под фольгой обязательно. Значит, снимаем фольгу. Запахи, если честно, нереальные. Очень-очень вкусные. Так, сынок, ты свой носик сюда суешь. Достаем картошечку, кладем сырочек. Сыр я взяла немножко прикопченный. Вот он здесь вкуснее. Так, достаем там бульончик еще остался. В общем, нам это нужно, во-первых, расплавить сыр. Во-вторых, нужно, чтобы испарился немножко бульончик. Поэтому еще минут на 5-7 ставим в духовку и все. И картошечка наша очень-очень вкусная готова. Вот такая получилась красивая запеканка. Очень ароматная и очень-очень вкусная. Обязательно приготовьте. Приятного аппетита!